Мой доклад в большей степени связан с тем, как бороться с болевым синдромом. Дело в том, что боль всегда сопровождает некоторая эмоциональная реакция, и, соответственно, можно использовать и психотерапию для лечения болевого синдрома в некоторых случаях, и релаксацию, и медикаментозное, конечно же, лечение не будет заменено психопрофилактикой. Боль может быть как острой, так и хронической. При остром болевом синдроме, кроме как психологической поддержки, мы ничем чаще всего помочь не можем. Купируется она медикаментозно. При хроническом болевом синдроме, который является длительным по течению и, кроме того, часто не купируется анальгетиками, может в большей степени помогать психотерапия. Перечисленные методы психопрофилактики болевого синдрома – это релаксация, эмпатотехника, концентрация на ощущениях, психокоррекция и немного о физиотерапии. Я скажу об одном из методов, понемногу обо всем. Релаксация. Она предполагает обучение технике саморегуляции. Для самостоятельного применения она не очень пригодна. Здесь требуется участие психолога, по крайней мере, на начальных этапах. В первую очередь происходит расслабление тела для того, чтобы снять мышечное напряжение вокруг болевого очага. Дело в том, что вокруг болевой точки мышечный корсет создается для того, чтобы исключить подвижность в этой области и не усиливать воспалительный процесс или болевой процесс. Но дело в том, что мышечный корсет сам по себе в конечном итоге начинает приносить дискомфорт и сам по себе усиливать болевые ощущения. Поэтому в процессе релаксации выясняется, какая область зафиксирована в мышечном корсете и применяются различные способы расслабления. Это могут быть способы, связанные с расслаблением и вызовом непосредственно каких-то приятных ощущений в теле, тепла, например, или легкости, или наоборот, тяжести, кому что больше нравится. Либо способ расслабления может быть по методу Джекобсона, который сначала повышает напряжение, а затем его снимает. И тогда нервной системе становится понятно на контрасте, что представляет собой расслабление и к чему надо стремиться. Следующий метод – это эмпатотехника. Для самостоятельного применения он тоже не совсем пригоден. Смысл его в том, чтобы в процессе работы сменить один цвет другим. То есть проводится в первую очередь определение цвета самой боли. Чаще всего пациенты выделяют либо красный, либо зеленый цвета, яркие такие цвета, которые олицетворяют у них ощущение болевое. Затем предлагается представить себе цвет, который связан с отсутствием боли. И, как правило, это серо-голубой, либо серый цвет. То есть отсутствие боли предполагает вообще, в принципе, отсутствие цвета. Затем производится нервно-мышечная релаксация. И постепенно пациент в своем представлении заменяет один цвет на другой. То есть происходит смещение цветового ощущения. Все это делается в состоянии легкого транса после нервно-мышечной релаксации. Впоследствии пациент может самовладеть этой техникой после помощи психолога. Следующий метод – это концентрация на ощущениях. Тоже проводится сначала нервно-мышечная релаксация, а затем фиксация точки боли. Дело в том, что болевой источник, он, как правило, маленьких размеров. А болевые ощущения распространяются на больший объем в связи и с мышечным корсетом. В этом и в связи с радиацией боли. И необходимо главным образом выделить именно точку болевую. И при ближайшем рассмотрении этой болевой точки понять, что это за ощущение. Дело в том, что боль, как вам известно, бывает различного вида. Она может быть тянущей, распирающей, режущей, нахолодящей. Или, наоборот, обжигающей. То есть нужно выделить определенное ощущение, которое приводит именно к болевому ощущению. То есть для кого-то это может быть ощущение жжения. И вот сам по себе факт смещения восприятия боли с боли на конкретное ощущение приводит к снижению эмоциональной реакции и, как следствие, уменьшению самого болевого ощущения. Также психокоррекция, которая проводится в два этапа. Если речь идет о хроническом болевом синдроме, то боль может быть заменой какого-либо переживания. То есть это как психосоматическое заболевание или психосоматическая реакция. Необходимо выявить это переживание и заменить фактически боль переживанием. А затем уже тогда становится понятно, что это за эмоциональная реакция, на что она, что за ситуация ей предшествовала. И провести соответствующую психотерапию. Как выявить переживание, если оно скрыто болевым очагом? Это можно делать с помощью телесной психокоррекции, с помощью регрессии в состоянии легкого транса после нервно-мышечной релаксации и определять точку отсчета, точку появления болевого очага и связанного с этим очагом переживания, которое в конечном итоге становится осознанным. И далее с ним уже можно проводить психотерапевтическую работу. Вторым этапом является замена способа психической адаптации для того, чтобы устранить возможность повторной психосоматической реакции. То есть необходимо пересмотреть многие вопросы, которые в процессе психотерапии как раз и пересматриваются. Несколько слов о физиотерапии. Транскраниальная электростимуляция, которая применяется для уменьшения боли в том числе. Дело в том, что она действует в нескольких направлениях. И первым направлением это является противоболевая терапия. Вторым направлением это уменьшение депрессии и тревоги. Поэтому вот этот физиотерапевтический метод как раз оказывает положительное воздействие и на эмоции, и на физические ощущения. Следующий болевой момент – это фантомно-болевой синдром. То есть это ощущение боли, либо иные ощущения фантомной конечности после ампутации. Может возникать в результате удаления любого органа или при нарушении иннервации какого-либо органа. Дело в том, что в сенсорной коре есть представительство всех органов. И при ампутации конечности это сенсорное представительство никуда не исчезает. Но информация от конечности к сенсорной коре уже не поступает. И сенсорная кора пытается заменить эти ощущения воспоминаниями. А в воспоминаниях может быть то, что предшествовало операции. То есть это могут быть как раз болевые ощущения, либо какие-то другие. То есть фактически сенсорная кора без конца начинает спрашивать у отсутствующей конечности. То есть может быть это сейчас ты испытываешь такие ощущения, может быть это покалывание, может быть это зуд, а в ответ она не получает ничего. Таким образом требуется заменить мнемические следы и в сенсорную кору отправить информацию о том, что сейчас с конечностью все в порядке. И чуть позже я скажу, как это делается. Вторым важным моментом является то, что любая боль сопровождается, как я уже сказала, эмоциональным переживанием. И именно на эмоциональном переживании фиксируется сам по себе хронический фантомный болевой синдром. То есть в дальнейшем при появлении любого воспалительного процесса в организме или снижении настроения, либо это ощущение боли в организме в любом месте провоцирует воспоминание о фантомной боли, которая на тот момент могла уже исчезнуть. И этот фантом воскресает снова. Соответственно, для того, чтобы устранить этот момент, требуется саморегуляция, обучение навыкам саморегуляции с помощью нервно-мышечной релаксации и при помощи психолога, соответственно. Дальше можно уже перейти к психопрофилактике фантомно-болевого синдрома. Для замены мнемических следов требуется проведение зеркальной терапии. То есть напротив здоровой конечности устанавливается зеркало, пациент наблюдает в зеркало здоровую конечность, активно двигающуюся, без боли, и это формирует новые мнемические следы, которые в конечном итоге нужны сенсорной коре. И сенсорная кора оставляет конечность в покое, больше не требуя никаких подтверждений со своей стороны. Далее формирование образа представления. Дело в том, что в новых условиях после ампутации руки, ноги требуется новая форма адаптации, адаптации к жизни. И чем быстрее наладить эту адаптацию, тем быстрее проходит фантомно-болевой синдром. Но дело в том, что если пытаться сформировать адаптацию, новый способ как бы с наскока, то это приводит к снижению настроения, потому что фантомные ощущения при этом никуда не уходят. Поэтому требуется сначала представить себе действие, которое предполагается совершить, и затем его совершить. Тогда получается, что во время этого представления подключаются разные сенсорные системы, включая также еще и моторные системы, и идет подготовка к деятельности. И эта подготовка позволяет устранить во время действия как раз фантомные ощущения. Значит, ну вот здесь не сказано про саморегуляцию, то есть она уже, как само собой разумеющаяся, требуется проведение нервно-мышечной релаксации, и на основе этого выработка навыка саморегуляции с помощью психолога. Про физиотерапию можно сказать, что это опять все та же транскраниальная электростимуляция, которая показала уже свои очень хорошие результаты при лечении фантомного болевого синдрома. По поводу хирургического лечения проводят операции с удалением такого образования, как невромы, которые могут стимулировать фантомно-болевой синдром. Препараты, которые применяются для лечения ФБС, они не совсем, в общем, лечат сам фантомно-болевой синдром. Дело в том, что привидение, которым является этот самый фантомно-болевой синдром, вот эта боль фантомная, она ведь существует исключительно в переживаниях человека. Поэтому использовать обычные анальгетики для лечения ФБС совершенно бесполезно, как пытаться убить привидение, кидая в него копье. То есть все равно промажете. Но анальгетики сами по себе снижают боль в тех очагах, которая, возможно, есть в организме, и таким образом прекращается провокация возникновения именно фантомной боли. Наркотические препараты, антидепрессанты, анксиолитики, все это воздействует на фантомно-болевой синдром тоже косвенным образом. Но если у пациента диагностируется депрессия, то без препаратов, в данном случае антидепрессантов, обойтись будет очень сложно, потому что депрессивное состояние является одним из основных провокаторов ФБС. Спасибо большое за внимание. Готова ответить на ваши вопросы. Продолжение следует...